Здравствуйте, дорогие друзья! Меньше недели назад мою коллекцию змей пополнил весьма интересный долгожданный питомец, именуемый как свиноносый уши, либо же вестерн хогнос. Да, конечно, это название группы змей, более точное его название будет в видео. Это маленькая и достаточно редкая в частных коллекциях змея. В основном встречается в зоопарках, специализирующихся на экзотических животных. Даже по моим меркам это весьма экзотический питомец, при всем при этом такой же легкий в содержании, как и обычные полоза. Распаковка с ним не представляла ничего интересного, поэтому в видео ее не будет. Сейчас он уже освоился в новом доме, и мы будем приступать к первому его кормлению. Кормление хогносы весьма интересное занятие. Поначалу они кажутся незаинтересованными, возможно, сильно задумчивыми. Но как только ребята понимают, что перед ними находится еда, начинают стремительную атаку и бросок, поэтому обязательно этих милых змеусов надо кормить с пинцета. Зубы у них гораздо больше среднестатистического полоза, поэтому их вкус будет весьма болезненным, также может иметь весьма негативные последствия, поскольку строение челюсти сделано так, что остатки еды цепляются за зубы, понятное дело, начинают гнить, и между зубами образовывается трупный яд. При укусе змея будет достаточно долго держать вас в захвате и пытаться как можно больше пустить яда в ранку. Да, ничего смертельного в этом, конечно, нету, однако же и приятного здесь тоже нет. Рана будет гноиться, рана будет отекать, отечность будет достаточно обширной, ну и в целом лучше не проверять их силу укуса на собственной шкуре. Также, в отличие от многих змеев, гносы хватают свою жертву за центр туловища, что впоследствии может привести к не очень удобному скармливанию кормового объекта питомцу. Они берут в основном за бок за брюшко и пытаются, сложив пополам, запихнуть все чудо к себе в пасть. Конечно же, у них это не получается, в связи с этим желательно изначально брать пинцетом большую часть кормового объекта и предлагать змее именно голову. Да, я знала об этой особенности, но во время первого кормления ну как бы все ошибки вылазят наружу. Да, он схватил за бок, очень долго и упорно пытался его скушать, не получилось, даже не получилось сложить пополам. Ребятенок мне попался достаточно умненький, поэтому, слегка повозившись с добычей, он решил все-таки ее перевернуть и начать кушать с головой. Поэтому кормление закончилось у нас успешно, дергающегося у меня глаза не было, а лишь банальный интерес и наблюдение за новым и весьма экзотическим питомцем. Сейчас малышу 4 месяца, и таких как он у меня на удожке может поместиться около 5 особей. Поэтому съемка достаточно будет проблематичной. Однако же в дальнейшем я планирую снять видео конкретно об этом виде, рассказать о его особенностях, в принципе, описание вида, содержание и так далее. А пока что предлагаю насладиться видео. Да, на данном этапе он уже благополучненько все переваривает, и поэтому его мы не трогаем. На этом я с вами буду прощаться. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok